Не так давно эти люди считались опасными для общества. Они сидели в тюрьме за преступления, нередко связанные с насилием. Теперь их учат убивать. Таким образом, Украина пытается пополнить ряды солдат, чтобы сдержать натиск российских войск. Использование заключенных на фронте имеет свои преимущества, говорит инструктор, обучающий солдат. Есть понятие, что такое честь и достоинство, что такое не опозорит свою честь. Поэтому у этих ребят очень много мотивации. В этом плане, возможно, они, скажем так, и идут служить солдатам. И с них выходят хорошие действительно солдаты. Все они сидели в тюрьме, включая их инструктора. Контакт 12 стоит! Он воевал в Донбассе, потом был приговорен к 8 годам заключения за избиение с отягчающими обстоятельствами. Он отсидел 5,5 лет и был досрочно освобожден при условии, что вернется в армию. Не высовывайтесь из-за побратимов! Человече, я же уже показывал. Вот, каску, уперся и идешь. Две минуты перекур. Поскольку Виктор, сам бывший заключенный, он знает, откуда пришли эти новобранцы. И как солдат, он знает, куда они отправляются дальше. Он передает им свои знания, которые получил, сражаясь в Донбассе. А я вас сбоку отсюда вышел, нащелкал. Я тебе покажу. Ты стоишь, вот. Я не поверю никогда в жизни, что у человека нету страха. Каким бы ты воином профессиональным ни был, всегда есть страх. Ну, просто надо его уметь контролировать, вот и все. Это просто адреналин уже, вот и все. Ты работаешь на адреналин. Вот и все. Игорю всего 23 года. Последние 5 лет, всю свою взрослую жизнь он провел в тюрьме. Иду. Там делать мне нечего. Туда попал я по глупости, так как молод был. Там подрался и заехал в тюрьму. Вступить добровольно в ряды армии – это не столько искупление вины для Игоря. Речь скорее о том, чтобы иметь цель в жизни и защищать других. У меня нет вообще страха, если честно, никакого. Я еще в 14-м году, когда был в самом Донецке, у меня там бабушка жила, ну, на моих глазах страшные вещи происходили. Поэтому я как бы, ну, ну, я понимаю, что там уже я чуть-чуть буду по-другому думать. Но сейчас, на данный момент времени, я готов идти. Мне, если честно, я не боюсь. Нас прерывают. Нам только что пришлось прервать интервью. Инструктор крикнул «В укрытие!» Теперь мы прячемся под этими деревьями. Мы находимся очень близко к линии фронта. Похоже на то, что это был дрон, который разведывал, где скрываются украинские войска. Оказалось, что это был российский беспилотник «Шахет». К таким дронам этим новобранцам еще предстоит привыкнуть. Но на этот раз он не нанес удар. Использование заключенных для участия в войне долгое время не находило одобрения в Украине. Россияне начали вербовать солдат в тюрьмах еще в начале войны. И многие из них в итоге стали пушечным мясом. Использования совершенно разные у нас и у них. И там есть большая разница в плане обеспечения, выполнения всех задач. На каждую задачу выделяется время на подготовку. Украинских заключенных обучают так же, как и других новобранцев. Говорят, что они быстрее адаптируются и демонстрируют больше мотивации, чем гражданские. Они менее капризны, в какой-то степени привыкли к выживанию, к самостоятельности в целом и не полагаются ни на кого другого. То, что они жили в коллективе, тоже играет свою роль. Некоторым из них оставалось несколько месяцев до конца срока, когда их освободили из-под стража. Другим – несколько лет. Как и большинство солдат, эти люди будут служить до конца войны. Или пока не станут инвалидами, или не погибнут. Мы навещаем военнослужащих, восстанавливающихся после боевых ранений. Любая поддержка приветствуется. Я был контужен, зрение упало на 17%. На одно ухо я полностью оглох. Это случилось месяц назад. Я вернусь обратно. Иван – отец пятерых детей. Он ветеран войны в Донбассе. Его посадили в тюрьму за грабеж при отягчающих обстоятельствах. Разбойные нападения, 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Я отсидел 7 лет, осталось 3. И, скажем так, понимаю, что оно того не стоило. Не та компания, не те друзья. Теперь он служит водителем. Руслан был ранен осколками и сейчас поправляется. До того, как пойти на фронт, он сидел за кражу и мошенничество. Не, ну поменялся, но я так о том, что там происходит, я разговаривать даже не хочу. Ну, там, ну, говорить не о чем. Блин, с такой ситуацией, как они лезут и лезут, и неизвестно что, ну, попытаться хоть что-то сделать, остановить хоть. Ну, всех не остановишь, но хоть часть какую-то, да, что-то сделать. Эти осужденные идут на большой риск ради своей свободы. Многие из них думают, что так они смогут исправить старые ошибки и изменить свою жизнь. А я желтый, понял, покупал? А я желтый брал вообще.